На фоне срыва федеральной программы переселения из аварийного и ветхого жилья ТУА умудрилась попасть в лидеры по давлению на малый и средний бизнес. Итак, на строительство жилья для переселения граждан власти ТУУ получили более 2,5 миллиардов рублей. Однако выполнить чиновникам не удалось даже половины программы. Таким образом, ТУА оказалась в пятерке отстающих регионов по реализации проекта. Программа выполнена в трех муниципальных образованиях, где не планировалось большого строительства. Главная проблема – столица региона Кызыл. На конец августа там было сдано лишь 15 тысяч квадратных метров жилья. До конца года строители стараются успеть закончить ряд объектов. Наряду с этим начались прокурорские проверки, цель которых – найти виноватых. Затем последовали уголовные дела. Крайними оказались подрядчики, которых арестовали и посадили в тюрьму. Изначально вся эта уголовно-процессуальная каша, так скажем, заварилась исключительно с целью того, чтобы принудить к исполнению договоров, несмотря на то, что эти договоры заказчикам в части оплаты не были исполнены. Получается, заставить его взять, найти деньги, взять кредит дополнительно и вложить деньги с других объектов. Ему заплатили за добросовестную работу. Это был его заработок. Он взял эти деньги, вложил в строительство. Он взял дополнительно кредит, вложил в строительство республиканских объектов. В такой абсурдной ситуации оказался строитель из Хакасии Артем Зяблицев. Его строительную компанию в Хакасии знают. Артем зарекомендовал себя как грамотный и ответственный строитель. Ранее уже строил дома по программе переселения из аварийного жилья в Хакасии. Насколько мне известно, там все прошло замечательно. Ни у кого никаких проблем не возникло с реализацией этой программы. В республике Тыва сначала строил дома детям-сиротам. Сроки стояли очень сжатые. Как раз зима. И необходимо было построить максимально быстро жилье для сирот, потому что республике надо было к концу года отчитаться. Организовали строительство 19 двухквартирных жилых домов. Работало порядка 120 человек. То есть, конечно, нами заинтересовались. Конечно, стали подходить. То есть, в процессе исполнения этого контракта пришлось общаться и с министрами, и с разного рода чиновниками. От мэрии, от правительства, от министерства строительства республики Тыва. Принимал участие в строительстве и реконструкции объектов в рамках подготовки столетия единения России и Тувы. В нужные сроки уложились. Там приезжали первые лица государства, президент, министр обороны. В наши обязанности там входила реконструкция музейной площади, реконструкция парка имени Гастелло. В парке были построены два моста, были сделаны новые освещения, установлены малые архитектурные формы. Все в тематике туинской национальности. Работы мы закончили, закончили их к сроку, но, однако, расчет мы так и не получили. Это не бездельник какой-то, это предприниматель, который дает рабочие места, оплатит налоги. В конце концов, который помогает государству переселять людей из трущоб в нормальное, адекватное жилье. С присутствием представителей мэрии, присутствием начальников госстройзаказа, управления капитального строительства, большим, достаточно большим кругом обсуждался вопрос, как все-таки нам эту программу реализовать. Было принято решение, что да, мы начинаем строительство этих объектов, заведомо убыточное в принципе, вот, с тем, чтобы за счет следующих этапов программы переселения восполнить этот ущерб и покрыть убытки по строительству первого этапа. Вот, по первому этапу нами был заключен договор, мы должны были построить два четырехэтажных дома, по второму этапу еще один четырехэтажный дом и по третьему этапу девятиэтажный 72-квартирный дом. Дома, которые были построены компанией Артема Зяблицева, уже заселены, и по словам жильцов, дома хорошие, они построены из кирпича. На улице сейчас под минус 30 периодически бывает, ну а в доме плюс 25, вполне толкотно, хорошо. В результате того, что с оплатами постоянно были какие-то проблемы, проволочки, затяжки, приходилось с одних объектов, с одних подрядных договоров подряда брать деньги и восполнять предыдущие. Заказчики бюджетного учреждения ни по одному из договоров по программе переселения не соблюли сроки и объемы финансирования. Эксперты и адвокаты едины в мнении. Ситуация, в которую попал предприниматель из Хакасии Артем Зяблицев, не только абсурдна, еще и преступна. Решили просто взять, возбудить уголовные дела и по этим уголовным делам бросить добросовестного предпринимателя, строителя, говоря простым языком, в кутузку. Он там посидел, он там подумал, к нему походили оперативные работники, насколько мне известно. К нему походили и прокурорские работники, насколько мне известно. Поговорили и сказали, достроишь, выйдешь. Он поэтому был вынужден взять собственные деньги, которые он добросовестно заработал по договорам с другими заказчиками. Он эти договоры исполнил, соответственно, получил по ним оплату. Рассчитывал, что он эти деньги заработал и наконец-то есть заработок. Он был вынужден эти деньги в строительство республиканских объектов потратить. Деньги закончились. Он был вынужден взять дополнительно кредит в банке и стратить его на исполнение обязательств перед республикой ТВА. И как только он начал это делать, вдруг приняли решение о том, что на очередном этапе, при решении вопроса о продлении ему срока содержания под стражей, что он не опасен для общества, он никуда не скроется. И вообще, наконец-то увидели, что по этой статье вообще в принципе нельзя помещать под стражу. Увидели это как раз в тот момент, когда он начал уже свое вкладывать. И несмотря на то, что имел право не исполнять, а его принудили, начал исполнять. Его отпустили на домашний арест. Просидел на домашнем аресте. Исполнение близилось к концу. Изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Адвокаты Хакасии, тувы, недоумевают. Таких выпиющих случаев в практике еще не было. Это новый способ, будем так говорить, по зарабатыванию вот этих же бюджетных денег, которые трансформируются из бюджетных средств, непосредственно средства, переданные предприятию, либо предпринимателю на постройку какого-либо объекта. В дальнейшем они просто отжимаются. Руководство Республики Тыва выходит с предложением к предпринимателям, к подрядчикам, с предложением следующего содержания. Ввиду того, что у нас нет земельного участка, у нас нет проектно-сметной документации, поэтому мы не можем выступать в роли заказчика, поэтому просим вас заключить не договор подряда, а заключить договор купли-продажи, то есть приобретение квартир. То есть, по сути, вы на себя берете обязанность выбить землю, разработать проект, но это нигде в договоре не фиксируется. Фиксируется в договоре, что они имеют намерение приобрести, допустим, 72 квартиры. Это будет стоимостью определенной, указывается стоимость. Но, между тем, в протоколах заседаний и совещаний Министерства градостроительства Республики Тыва зафиксировано, что этого дома еще в наличии нет. Все вроде как мирно, все пристойно. Значит, предприниматель соглашается на данные условия, подписывает договор о приобретении квартир, ему перечисляются деньги, в течение года он начинает выбивать землю, получает землю, получает проектно-смертную документацию, поскольку она готовится достаточно длительное время, и приступает к строительству. Перечисляется ему не полностью вся сумма, а 50%. То есть, он выполняет эти работы на 50%, вот здесь и начинается прессинг. Какого содержания? Значит, сразу же возбуждается уголовное дело по факту мошеннических действий, что подрядчик, выступая в роли продавца, не выполнил требования договора, причем, заключая договор, он заведомо знал, что этих квартир у него нет. Причем, вот очевидных фактов следствие не хочет даже видеть. То есть, было заседание, что, значит, заказчик непосредственно заключал договор строительного контроля строительной организации, которая должна была следить за строительством дома. Этого ничего, в принципе, не видится. Видится одно. Человека нужно нагнуть так, чтобы он закончил это строительство. Вот аналогичный образ был Зяблицевым. Аналогичным образом обстояло дело вот с этими тремя домами. То есть, в данном случае, он выработал всю сумму, оставалась недостроенным еще неосвоенная сумма 30 миллионов, которые Зяблицев не получил. Получается, возбуждается на него, по данному факту, уголовное дело. Его вынуждают частично взять за свои средства, то есть, взять определенный кредит, частично выдернуть денежные средства с другого объекта, аналогичного. И он завершает это строительство этих трех домов. После этого успешно уголовное дело в отношении него прекращается. Он освобождается от уголовной ответственности. Но тут же возбуждается уголовное дело по тому факту, где он вытащил эти денежные средства и вложил их сюда. Причем не учитывается очевидного факта. Основным критерием мошенничества является причинение ущерба. Это как сообщающие сосуды. То есть, получается, из одного убыло, но в другом прибыло. Но этого не видят. То есть, в данном случае это перечеркивается. Раз здесь есть недостающая сумма, значит, он привлекается к уголовной ответственности. То есть, это бесконечная карусель. Если он сейчас найдет денежные средства, достроит здесь, ему где-то на же надо будет их брать, откуда-то вытаскивать, соответственно, третье будет уголовное дело возбуждено уже по третьему объекту. Ну, самый интересный момент меня интересует вот какой. Дело в том, что смета была на 80 миллионов, но был перерасход. То есть, в данном случае по КС-2, по КС-3, значит, были закрыты акты выполненных работ, уже не на 80 миллионов перечисленных, а на 110. Где эти 30 миллионов? Они же прошли по отчету, что они освоены. Соответственно, я бы очень хотел, чтобы компетентные органы проверили, куда делись эти 30 миллионов, делись ли они куда-то, либо они поставлены в экономию, соответственно, за это премии получили определенные чиновники посредством судьбы третьего человека, то есть, судьбы подрядчика, судьбы индивидуального предпринимателя, в частности, Зяблицева. Каким же образом они освоили этих 30 миллионов? И как они прошли по отчетам, если они не истрачены? У меня есть все основания считать, что эти денежные средства были успешно сняты со счетов, якобы направлены на строительство указанного объекта и растворились где-то по карманам. У меня есть все основания считать именно так. Ну, в общем, вот какими-то такими правдами и неправдами нами было достроено два дома, и сейчас достраивается третий, наша компания. В данное время, то есть, вот в декабре этого года, примерно планируем 20-25 числа, что в третий дом, построенный нашей компанией, заселятся переселенцы. Мало того, что я сидел пять месяцев в тюрьме под арестом, мне никто не может ответить, что я украл, сколько, где это находится или кому-то передано. Я не могу добиться этого ответа ни от органов предварительного следствия, ни от прокуратуры, ни от следственного комитета, за что меня пытаются сейчас осудить. Остается надеяться, что на этот раз итоги деятельности руководства Республики Тыва получат принципиальную оценку на самом высшем уровне. Мы будем следить за развитием событий и за судьбой Артема Зяблицева. Смотрите медийный портал «Слон», оставляйте комментарии и делитесь информацией в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова